Итальянская пицца Сочная пицца Это солнечная Италия Готовить пиццу научились в кафе и в ресторанах во всем мире Однако, для итальянских заведений она была и есть визитной карточкой Японцы народ, который также любит пиццу Поэтому на свет появилась японская пицца Ингредиенты для японской пиццы могут быть самыми разными Они мало чем отличаются от итальянской пиццы Это могут быть морепродукты, тонцовая стружка, мясо и прочее Иногда в пиццу попадают исконно японские продукты вроде водоросли нори Здравствуйте, Дмитрий Здравствуйте Вы за нами соскучились? Конечно, целую неделю жду Целую неделю Ну что ж, я так думаю, что сегодня будет не менее вкусная программа, чем предыдущая Да, сегодня продолжим тематику пиццы Мы сегодня приготовим суши-пиццу Основа будет нори Вот о чем я собственно и проговорила Для этого нужны будут рис, нори Сегодня мы будем готовить суши-пиццу с лососем Лосось, огурец, майонез японский, тряки-соус и кунжутные семена Ну то есть все эти продукты, с которыми мы работали раньше До этого и как бы можно все это купить Так, начинаем с того, что выкладываем на шуршаву На шуршаву, да, это мы тоже запомнили На шуршавую часть Дим, вот что касается риса, он такой же, как и для суши? Да, это все тот же стандартный рис, что используется и на майке, и на суши Суши-пицца Но для приготовления суши-пиццы понадобится в духовке немножко не тот вкус получается Нужна саламандра Если в домашних условиях готовить, нужно будет нагреть на максимальную температуру духовку И буквально там, чтобы растаял и сыр Ну в принципе, друзья, все очень просто и очень вкусно Выкладываем слоем рис Дим, бывают листы нори, они чуть поболеют Используем такие? Конечно, кто как хочет Здесь в данный момент лист порезан ровно на два А, то есть вы уже сами все эти... Да, это как бы пропорции А, так вот я и спрашиваю, для телезрителей, чтобы знали Используем полностью стандартный лист нори, либо так же режем, как и вы Листик режем на попу Ну, в принципе, это тоже по желанию Берем огурец Помните, как я в предыдущую передачу рассказывал, что берем только верхнюю часть без внутренности, без сердцевины Работаем только с ней Дима, а вот почему именно так? Ну, та, она более... Воденистая, все понятно Не держит форму Дима, знаете, вы проговорили, что это суши-пицца Я, честно говоря, не могу представить, какого она получится Но я думаю, что... Подождите, сейчас увидите Тонкий, изысканный, неповторимый вкус для настоящих ценителей Шедевры японской кухни у вас дома и в офисе От ресторана «Амстердам» Телефоны 52-00-54-51-14-42 Амстердам. Постоянство, вкуса и качества Дорогие друзья, я с удовольствием напоминаю, что в ресторане «Амстердам» работает служба доставки То есть, не выходя из дома, вы можете заказать для себя все самое вкусное и свежее Телефон 52-00-54 Продолжаем? Продолжаем. После того, как мы на рис выложили огурец, берем, нарезаем лососи Вот это лосось соленый? Нет, свежий. Это все тот же свежий лосос? Все тот же свежий лосос? Тот, который идет на суши и на муки Дима, а вот то, что свежий лосос, это вкусно? Мне кажется, он безвкусный или нет? Здесь в сочетании теряки соус и плюс соя А, все, дополнит Да, все это вместе, такой идеальный вкус получается А насколько сырая рыба, она безопасна? Ну, в данный момент в комплекте с любыми японскими блюдами идет имбирь Имбирь, действительно, антисептик То есть, можно безбоязненно, безболезненно использовать свежую рыбу и все будет хорошо Выкладываем Суши-пицца будет разрезаться на 8 частей Вот этот маленький квадратик, прямоугольник будет разрезаться еще на 8 Что же там есть-то? И поэтому я выкладываю на 8 маленьких частиц Ну, это кажется маленький, а на самом деле это очень сынный продукт Получится Ну, здорово То есть, он и не калорийный, он вкусный, но самое идеальное решение Теперь мы... Японский майонез Его мужа тоже знаем Нужно выложить на фольгу, ну, чтобы не прилипало Либо даже запекаться будет, как в нашем варианте, в саламандре Либо в домашних условиях, чтобы не прилипла та часть сковороде Или в чем, я не знаю Ну да, в чем будем запекать, в принципе, кому в чем удобно, можно, наверное, и в противень выложить Можно Ценовка нам не понадобится уже Дима, и вопрос, можно ли использовать, я все-таки возвращаюсь к рыбе, соленый лосось? Можно, конечно Это на любителя А, все понятно В данном варианте в нашем ресторане есть два вида суши, пиццы Суши-пицца с лососем и суши-пицца с креветками, с тигромами, с королевскими А что вкуснее, ну, опять-таки, похожее Тоже, да, как бы на вкус и цель Все вкусно, все вкусно В ресторане Амстердам, друзья, все вкусно Потому что для вас готовит шеф-повар этого ресторана Дмитрий Садовой Телефон службы доставки 520054 Мы обильно все это посыпаемся Ну, тоже не фанатично Здесь такой тонкий слой Вот этого вполне хватает Все, теперь следующее запекание Друзья, запекаем, а вы оставайтесь с нами Тонкий, изысканный, неповторимый вкус для настоящих ценителей Шедевры японской кухни у вас дома и в офисе От ресторана Амстердам Телефоны 520054 51442 Амстердам Постоянство, вкуса и качества Еще раз добрый день, дорогие друзья А вот и Дмитрий с уже запеченной пиццей Дмитрий, рассказывайте Все, как бы в духовку нагрели до максимальной температуры Поставили туда сушепиццу Только сыр расплавился Вынимаем То есть можно ее уже пробовать и кушать Да, теперь нарезаем Нарезаем Вот на 8 частей Это очень интересно Как такой небольшой прямоугольник Можно нарезать на 8 частей Конечно-то можно, но Какие порции получатся? Нет, все нормально Все нормально? Ну посмотрим Ну а что у вас профессиональный, да? Острый? Очень Очень Это сашими нож Японский И теперь делим Сначала на две части Ну, чтобы более-менее симметрично получилось Ну да, да, чтобы ровненько было Кончики можно обрезать После того, как выпадываем Обязательно В данном случае поливаем Трияки соусом Домашнего приготовления Вот, Дим, еще По просьбам телезрителей Повторите, пожалуйста Состав Да Состав входит Соя Китайская Сахар Крахмал Крузный Мульет Либо Есть готовые В емкостях Либо Сами разводят И добавляют Ну и чеснок В самом конце Чеснок Добавляется Для аромата Замечательно И в этом сочетании Просто вот Сушепица Обалденно Да еще Кто бы сомневался И в конце Шеф-повар Ресторан Амстердам Дмитрий Садовой Друзья, я смею напомнить В ресторане Амстердам Работает Бесплатная Служба доставки Телефон 520054 У нас почти все готово Мы украсили Кунжутным зерном И сейчас, наверное Заключительный Апорт, так сказать Да? Украшение Украшение Ну, собственно Это немаловажный момент Потому что, как блюдо Преподнесешь Так оно, наверное С таким аппетитом И будет съедено Можно сделать веерочек Можно сделать цветочек Кому как угодно Да как получится Потому что это у вас все легко и просто В годы тренировок Ну и, в принципе, блюдо готово Я хотел бы, чтобы вы попробовали И... По традиции, конечно же, Дмитрий Описали, как бы, телезрителям вкус Без палочек? Можно без палочек А можно еще и с палочкой? Можно палочками кушать Можно руками? Ну, как бы, считается, что у профессионалов У японцев Можно либо руками кушать, можно палочками То есть, мы не можем прослать дилетантами Да Это все нормально Даже профессионалы кушают Даже профессионалы кушают руками Японскую суши-пиццу Я тоже Вы тоже Так пробуйте Я уже наелся Жду от вас Не-не-не Дмитрий Неоспоримый факт Что Восток делал тонкое Очень изысканный вкус Спасибо вам за такой Классный За такой быстрый рецепт На самом деле Это, я так понимаю Те же суши Только без всяких заморочек Да Ну и как бы Цена, в принципе Я думаю, всех устроит Дорогие друзья Не выходя из дома Побалуйте себя Телефон доставки 52-00-54 Дорогие друзья Шеф-повар ресторана Амстердам Дмитрий Садовой С удовольствием Раскрывает вам Свои кулинарные секреты Мы с вами увидимся Ровно через неделю На телеканале Рика ТВ В проекте Завтрак в Амстердаме До скорой встречи До свидания Тонкий, изысканный, неповторимый вкус Для настоящих ценителей Шедевры японской кухни У вас дома и в офисе От ресторана Амстердам Телефоны 52-00-54 51-14-42 Амстердам Постоянство Вкуса и качества Телефон 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 Телефон